Деревья в районе дома номер 21, корпус 1 на улице Молодцова решили опилить после того, как одно упало во время урагана, рассказывает Евгений Притчин. Работы продвигались довольно быстро, жители обрадовались, но ненадолго. Рабочие вместе с деревьями попилили коммуникации. Я приехал на обед. Это время было где-то порядка 12 часов. Стояла машина с подъемником. Двое пильщиков опиливали деревья. Вот. Удар произошел, значит, газовую трубу. Погнули. Большое бревно упало. Дальше оборвались все кабеля. Без возможности просмотра телеканалов и без интернета остались три дома. А пиловку производить нужно. С этим я согласна. Но так как порвали провода, не работает телевидение уже с каких пор. Детям посмотреть нечего, нам посмотреть нечего. И до сих пор ничего не производится, никакие работы. Евгений пытался выяснить, какая фирма проводила опиловку. Звонил в разные инстанции, но следы так никуда и не привели. Первое я звонил в ЖУ. Они проверили через мастера. Я подождал на телефоне. Они сказали, что мы никого не посылали на опиловку. Может быть, даже депутаты. Я попросил номер телефона областного дежурного. Позвонил туда. Она сказала то же самое, что никаких действий. Мы не подподнимали. Кто-то где-то со стороны. Жителям фирма, делавшая опиловку, подарила настоящую лесную сказку. Теперь, пока эти ветки не уберут, им придется буквально пробираться к своим подъездам, чтобы попасть домой. Денис Леева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».